Если ты любишь следить за своей формой и занимаешься спортом, то я непременно советую тебе посетить спортивный интернет-магазин Corona Labs. Здесь для тебя представлен огромный ассортимент товаров для поддержания формы, одежды и многое другое. В общем, переходи по ссылочке в описании и заказывай всё, что тебе нужно. Ну а мы начинаем. Привет всем, меня зовут FoyMix и это уже вторая часть видео, посвященная автомобилям до 100 тысяч долларов игровой валюты. В сегодняшнем видео я представлю автомобиль, который будет не менее привлекательным, а также быстрым, чем представленным в первом моем топе. Ну что ж, давайте не будем тянуть резину и начнём нашу гонку. Автомобиль, который связан с сюжетным режимом в GTA V. Тачку, которую любят фанаты стендс-видео и просто неплохой спортивный седан. Obey Talgator на пятом месте. Obey Talgator это четырёхместный седан, производимый выдуманным автомобилем немецкой компании Obey. Obey Talgator впервые представил публике в пятой части серии Grand Theft Auto вместе со своей компанией и производителем. Автомобиль оснащён шестицилиндровым двигателем и задним приводом. Имеет вес 1400 кг, что легче большей части седана. Вероятно, такой вес играет ему на руку, ведь его максимальная скорость несколько выше, чем у седана. Имеет хорошие для седана тормоза и довольно быстро разгоняется, хотя тяжело сказать, что он когда-либо выделяется среди остальных машин своего класса. Obey Talgator довольно прочный и красивый автомобиль. Приобрести Obey Talgator можно за 55 тысяч долларов на внутриигровом сайте дилера и в GTA Online. В своём внешнем виде Тео Гейтро подражает Audi A6, Audi A4, Mitsubishi Ulan с ромалию 60-го поколения, а также Ford Falcon. Однако от последних двух он берёт лишь незначительные элементы. Легендарный японский автомобиль, который славится своим качеством. Машина, которая является весьма привлекательной и не менее мощной. И просто хороший выбор для тех, кто готов сменить городскую езду на ролейную. Карин Курума на четвёртом месте. Карин Курума – это четырёхдверный спортивный седан, появившийся в GTA 3, GTA Liberty City, Stories ища доступен в GTA Online. Курума была добавлена в GTA Online с выходом обновления и ограбления. Карин Курума снащена в 6-ти ступерчатой коробкой передачи, мощной двигательной разгоняющей машины весом 1,5 тонн до максимальной скорости в 240 км в час. Курума имеет полный перевод, который позволяет ей быть очень манёвренной для спортивного седана. Но из-за не слишком разумного распределения веса, машина имеет склонность вставать на два колеса в адресных поворотах и даже перевертываться, так что будьте осторожны. Тем не менее, если ехать по прямой, машина обладает прекрасным сцеплением с дорогой. Реальными прототипами для Карин Курума стала машина легендарного японского бренда Mitsubishi Lancer 10-го поколения. Обе версии машины можно купить через интернет-магазин после завершения нового накопления Flisa Job. Обычная версия обойдётся в 95 тысяч долларов, а бронированная в 525 тысяч долларов игровой валюты. Тачка Phantom. И эскор, который пролетает мгновенно и оставляет за собой следы дыма. Akewot F620. На третьем месте. Akewot F620 это двудверный автомобиль класса Gran Turismo с кузовом типа купе, производимый на свет выдуманной, не существующей внутриигровой британской компании Akewot, являющейся пародией на Jaguar и Maserati. В самом первый раз в игровой вселенной грандзов авто автомобиля Akewot F620 появилась в четвёртой части, а именно в последнем официальном дополнении к нему The Bout of Gatorney. Именно оттуда автомобиль F620 приключил, а в пятой части сделано это без каких бы то ни было визуальных изменений, за исключением, пожалуй, дизайна колёс. Автомобиль весит 1800 килограмм, движение его переводит мощный 6-литровый 10-дизельный двигатель с трубонадулом. На практике автомобиль показывает скорость 177 километров в час из заявленных 233. Хотя управляемость автомобиля Gatorney, но Akewot F620 часто заносит на поворотах. Приобрести это купе можно за 80 тысяч долларов на сайте по продаже автомобилей, а также его можно найти в дорожном трассе или на перси Дель Пьерру в Лерии и Обсерватории. Под типом автомобиля Akewot F620 в нашем мире является Jaguar XK и Maserati Gran Turismo. Вам когда-нибудь доводилось встречать автомобиль, который совмещает в себе классику и суровые качества масл-кара? Wapit Hot Knife на втором месте. Wapit Hot Knife это ещё один масл-кар, ярко выделяющий среди потоков автомобилей в GTA V. Изначально эта машина появилась в GTA San Andreas, затем была добавлена в качестве бонуса за коллекционное издание GTA V для PS3 и Xbox 360. Сейчас она доступна всем игрокам в обновленную версию GTA V для PS4, Xbox One и персональных компьютеров. Создатели модели Hot Knife, несомненно, вдохновлял старинный Ford Model 1930 года. Впрочем, в GTA V машине выглядит одновременно экологистической и отчасти футуристичной. К тому же она довольно приятна в управлении. Управленности знаков хороша как на твердом асфальте, так и на бездорожье. Мощный двигатель V8 и нетипичная аэродинамика делает Hot Knife более устойчивым в полёте при выполнении каскадёрских трюков. Большим минусом машины является её большая подверженность деформации во время столкновений из-за низкой передней подвески и строения радиатора. Готовные владельцы коллекционного издания игры могут приобрести Hot Knife бесплатно через интернет или за 90 тысяч долларов, если выиграть в обновлённую версию игры. Автомобиль, который способен взорвать эмоции многих онлайн-игроков. Аппарат, который приносит огромное удовольствие от езды. И просто... РОСШИ СПОРТКАР Хайджак Хамелеон На первом месте нашего ТОПа. Хайджак Хамелеон это гибридный спорткар доступен только в GTA Online в коллекционном изгонье для консоли второго поколения в обновлённой версии игры. Хамелеон оснащён гибридным и электрическим двигателем мощностью 450 лошадиных сил. Так как электромотор не теряет мощности во время повышения или понижения передач, машина обладает очень классным ходом в поворотах и тормозами, способные остановить машину практически мгновенно. И достигается при помощи массивных тормозных колодок и интеллектуальной системы распределения тормозного усилия. Машина разгоняет с 0 до 100 за 6,9 секунд. Довольно средний результат для спорткара. Ещё одним недостатком машины является её непрочность. 3-4 лобовых столкновений обладает вполне достаточно для того, чтобы полностью вывести машину из строя. С прототипами для Хамелеона послужил Alfa Romeo 8C, Maserati Gran Turismo и GK Sunset. Этот спорткар доступен для бесплатной покупки через интернет для владельцев коллекционного издания GTA 5 для PS3 и Xbox 360. Обладателям обновлённой версии игры придётся заплатить за машину 100 тысяч долларов. Ну а на этом наше видео подходит к концу. Я благодарю всех за просмотр. Не забывайте писать комментарии по поводу автомобилей, которые были представлены в этом топе. Если вам понравилась данная рубрика, то обязательно поставьте лайк и пишите в комментариях, что для продолжения снимать подобные ролики. Ну а с вами был FOMX, я благодарю всех за просмотр. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok